Да-да-да, пока я сейчас вам малость объясню, почему мы приехали сюда на Карломарк Т-204. А почему мы приехали сюда? Ведь мы же должны были быть квасанутыми, бухими, чмошниками, засранцами, блеватунами, димедрольно-звезданутыми отморозками. А нет, дорогие мои, тот, кто взял к себе под Новый год пиво Верхневральское, я считаю, что оно все-таки самое качественное, потому что ни один сорт пива-то не готовит. Так вот, все эти товарищи, которые выпили это дивное пиво, не стали вышеозвученными человеками, потому что они понимают, что это удовольствие. А давайте зайдем посмотрим на это удовольствие, а? Итак, у нас 2 января, да? Да, но мы пьем то, что должно быть. Пиво, как всегда. Какое оно пиво? Ой, великолепное, я бы сказал. То есть мы будем говорить, что Верхневральское пиво безумительный вариант, да ведь? Самый прекрасный, я бы сказал даже. То есть можно сказать Магнитогорску спасибо, что у нас есть рядышком Верхневральское? Ну да, так и нужно говорить Верхневральску спасибо тоже. Потому что, видишь, какая дивная ситуация. Ладно, хоть все это глушь на круги свои, все это дело посмотрел своими силами. Спасибо большое именно человеку, который нам дал такую возможность. Большое ему спасибо за этот прекрасный напиток божественный. Итак, второе число, второе число, да? Не так давно, грубо говоря, вчера еще было первое число, но второго числа сюда пришли люди. Они приходят сюда каждый, просто первого числа они работали, а второго числа они просто пришли спокойненько и пробивают качественное пиво. А что в этом плохого? Когда мы понимаем результат, мы не будем травиться, потому что качественное пиво Верхневральское нас не убивает в природе своей. Оно вкусное, красивое, изумительное. Вы можете прийти сюда на Комсомольскую, ой, на Комсомольскую 25 чуть позже, естественно, я приеду вечерочку туда подскочу. Карамаркса 204. Спокойненько заходите, можно и даже попробовать вернуться на круги своя. А круги своя у нас были еще в свое время то. Рядышком с правдой 3412 там был пивной зал, но такого удовольствия там нет. Ну, нет там такого удовольствия, а здесь люди пьют. Давайте узнаем, насколько это вкусно. Все-таки определимся, да? Второе число, но у вас я не вижу никаких проблем. То есть все было вполне нормально и ровно. Почему? Потому что опыт. Опыт предыдущих лет дает о себе знать. А вот мы говорим про это пиво, оно же вкусное, да, Витя? Оно очень вкусное. Это лучшее пиво, которое есть сейчас на рынке, наверное. То есть можно говорить, пожалуйста, пейте его. Много не надо. Много не надо, а чуть-чуть можно. Даже нужно, я бы так больше сказал, что будете пить это пиво и будет все у вас хорошо. Вот оно, вот оно, вот оно. К слову о том, вы думаете, что нас только мужчины, говорят? Далеко нет. Потому что это пиво, оно для всех, от и до. И женщины так же его пьют, да никаких проблем не возникает. Жизнь такая, даже невзирая на то, что машину туда-сюда колбасит. Жизнь наша. Вы думаете, что у нас все хорошо и красиво? Ну, у нас хорошо и красиво, очень холодно. Ну да ладно. Но даже если у нас хорошо и красиво и очень холодно, никто вам не запрещает использовать качественное пиво, которое мы вам предлагаем. Мы предлагаем вам это пиво где? Рядышком центр под названием Тройка. В пересечении 50 лет магнитки и советская. Зайдите сюда, попробуйте и посмотрите, насколько это вкусно. А если вы не понимаете, то в любом случае поймете. Потому что вы можете посмотреть все мои сюжеты. Я вам показываю, что это удовольствие, которое вы можете пить. Накрыто, здравствуйте! 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 Что ж для тебя героиня? Здравствуйте! Наша, родное. Вкусное. Как пивко-то? Очень вкусное пиво. Взяли попробовать, понравилось, и домой еще набрали. Пойдет. Потому что люди не видят мои сюжеты. Вот смотрите, вы видите мои сюжеты, однозначно. А давайте все-таки обратимся к тому, где вы видите мои сюжеты, вы видите мои сюжеты на YouTube. Давайте все-таки, если вы понимаете, о чем главная ваша составляющая, так вот, ваша главная составляющая, она вся прописана. И там уже очень много сюжетов, это сейчас уже седьмой месяц пошел, как я начинаю это делать. Четыре сюжета в месяц. Просто не проблема, просто всех попросите, давайте все это дело посмотрим внимательно. И тогда, и тогда вы поймете, что верхнеуральское пиво, это идеальный вариант. Нету ни химии, нету ничего. Это классно. Это классно, если вы его будете пить. Я хочу сделать так, но, к сожалению, мы не можем побороть с этих наших дебилов. Что такое дебилы? Дебилы, это кто вам предлагает то, без чего мы жить не можем. К сожалению, без еды есть у нас ничего не получается. Логично. Ну, дайте нам нормальное пиво, вы бараны. Это даже мы ничего не будем, не будем ничего объяснять. Я просто только что, по-моему, второе число так наелся. Ну, так я наелся, что пузо начинает выпячивать. Но, когда мы заходим сюда и на Комсомольскую 25, я вижу о том, что здесь приходит абсолютно нормальный, грамотный человек, который пьет самое лучшее пиво. Потому что это пиво не долбит вас ничем. Это пиво дает вам возможность спокойненько получать удовольствие. Куслово, не так часто удовольствие мы получаем. Но если вы будете пить изумительное пиво, пиво Верхневральское, то удовольствие у вас будет 100%. Второе число, да? Да. Можно поздравить город, да? Да. С Новым годом, с наступившим, всем здоровья, любви, счастья, семейного благополучия и финансового достатка. Я в вас не вижу вот этого дивного впечатления во вчерашней дивной ночи, потому что вы пили нормальный продукт, правильно? Да, вот только Верхневральский продукт пил, только его. Что можно сказать людям насчет этого пива? Ну, что сказать? Скажу, что пиво великолепное, отличное. Всем советую, рекомендую. Приходите к нам в гости на Комсомольскую 25. Верхневральское пиво. Очень, очень советую всем. Вот мы с другом уже не один раз сюда заходим, и всем советую. Рекомендую. Рекомендую. Спасибо. Так вот, объясним достаточно просто. Почему мы вам советуем не употреблять алкоголь? Потому что нормального алкоголя нет. То есть, то, что вы в кишки свои откидываете, удовольствием сказать и думать о том качестве будет достаточно сложно. Потому что в 99% случаев, может быть, даже еще и в большем проценте случаев вас травят. В данном конкретном случае мы вам показываем, что вас здесь не травят. Потому что это все-таки из-за разряда событий того времени, когда мы работали. Точнее, люди не думали, что бизнес – это просто ваше швырение. В XVIII веке бизнес немножко был другой. Так вот, из XVIII века до XX века оттуда все пошло. Вот оттуда и появилось лучшее в мире верхневральское пиво, которое вы можете брать прямо здесь, на Комсомольской 25. Комсомольской 25.